Дамы и господа, мы в прямом эфире. Сегодня самый лучший день в вашей жизни, потому что этот день войдет в историю, и ход судьбы вашего рода изменится навсегда. Сегодня у нас в гостях Джон Кеха. Это легенда мирового уровня. Представляете, автор мирового бестселлера «Подсознание может всё». И я хочу узнать, кто сейчас находится в прямом эфире. Напишите ваши страны, города. И обязательно нажмите лайк, чем больше, тем лучше. И поделиться самолетиком, своим родственникам, друзьям, знакомым, потому что этот эфир изменит жизнь не только вашу, но и ваших близких. Также, друзья, сегодня Джон подарит вам легендарную книгу «Подсознание может всё». Эта книга, она действительно имеет ценность. В ней есть магия, волшебство. Там много мудрости. Я с этой книгой знаком давным-давно. И хочу сказать, что пользуясь алгоритмами этой книги, и моя жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. И вот все, кто сегодня до конца досмотрит прямой эфир, получат эту книгу в подарок от Джона Кеха. А также в конце для вас я расскажу о том, что вы можете получить за то, что лайкали наш совместный эфир в Ютубе и в Инстаграме, когда мы выложим эту запись, тысячу долларов. Вот такой приз от меня. Вот такой чедрый эфир. Но раз все готовы, тогда можно начинать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, некоторые подарки, которые он сделает, including несколько твоих книг и монетарный прайс для лайк в сегодняшний стрим. Но, в общем, сегодня сегодня самый лучший день в жизни нашего зрителя, потому что мы с вами. Дорогие друзья, чемпионы! Мы приветствуем моего друга Джона Кеха. Джон, мир изменился. Недавно мы с тобой встречались в Москве на большой сцене, а сейчас в прямом эфире в интернете. Потому что мир не стоит на месте. Я рад тебя видеть, дорогой друг. И сегодня мои ученики, более чем из 100 стран мира, пришли познакомиться с тобой в этом совместном эфире. И мы зададим тебе несколько вопросов. Дорогой друг, ты не против? Слушайте, я не просто вообще готов, я вдохновлен на то, чтобы помочь всем, кто нас сегодня смотрит, стать в высшей степени успешными. Замечательно, потому что как раз вопросы, которые мы подобрали для вас, они связаны с тем, что вы являетесь носителем добра, человек, который помогает людям изменить мышление, который направляет людей правильным путем. Для нас вы являетесь наставником, мэтром, потому что у вас есть большой опыт, вы практик, и вы, ну, нескромно сказать, легенда, звезда, хотя вы себе, конечно, считаете, ну, более, скажем так, простым человеком, и это ваша заслуга и черта. So, but, of course, you're a person who does good. You're a person who teaches tremendous number of people, tremendous practices, but even with that, you remain a very humble person, a very modest and shy person, of course, which is also great. Well, what can I say? I'm not just a pretty face. Слушайте, ну не просто у меня личка симпатичная, да, естественно, и много еще чего у меня есть другого. Согласен. Yeah. But, first of all, I want to say thank you, Андрей, for giving me this opportunity to share with your audience. I appreciate that. And I also want the audience to know that we have Sasha the Magnificent, who's translating here, who's one of the top translators of all of Russia. So we have a very opportune time for me to get my concepts out to your audience. Well, на самом деле, Джон искренне благодарит за возможность встречи, на самом деле. Дело как бы не в нем каком-то особенном, а действительно в вас, в том, что вы все здесь сегодня собрались. И коротко поблагодарил переводчика за то, что он сегодня с нами, чтобы помочь общению. Как раз все сошлось, и есть тот самый шанс поговорить и поделиться. Даже я английского языка не знаю, и понял, что он тебя похвалил. What I understand is that I don't speak English, but I realize that you were saying good words about Sasha. So I wrote a book, as you know, called Money, Success, and You. And this book is about money. It's about success, but mostly it's about you. And you are the key to your success. And you must always understand that, that if you want to be successful, if you want to have a tremendous amount of money, you are the one that has to change. You are the one that is the catalyst to your success. I wrote a book, which is called Money, Success, and You. Money is great, but success is also great. But in fact, the book is not about money, not about success, but about you. Because if you want success, if you want to earn some kind of amount of money, then you must be the catalyst of your own success. My most successful book in Russia, which has sold millions of copies, is called The Subconscious Can Do Everything. And this is where I am a master, is that I have created a training program that allows people to use their subconscious to achieve whatever they want in their life, whether it's success, whether it's abundance, money, health, that understanding your subconscious is the key. And I wrote a book, which is very popular in Russia. In Russia there were hundreds of millions of examples of this book. It's called The Subconscious Can Do Everything. And on the basis of this book is a training program, which is the purpose of it, to manage your subconscious. And to learn how to work with your subconscious, to manage it, to direct it, you can earn everything you want, to do everything you want, so you want, so you want to do, and you want to do it. Now, one of the things that I want to be very clear to all the people that are listening right now, because I want this to be a very valuable experience for you. When I share with people, I have to assume that this is my one and only time for me to get my information across to you. So I want you to listen very carefully to the secrets that I'm about to share with you. And, you know, вот еще в предыдущей мысли было сказано «Подсознание может все». Но что важно для меня? Когда вот я так выступаю перед людьми, я воспринимаю эту встречу как ту самую единственную, уникальную возможность поделиться с людьми этими мыслями. Поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно. One of the great discoveries that I made was that the conscious mind is a storyteller, that it tells narratives, and that if you want to make money, if you want to be very successful financially, you have to watch and observe the stories that your mind is telling you about money. Очень важный момент. Дело в том, что наш осознанный разум, он такой писатель Лев Толстой. Он рассказывает нам истории о нашей жизни, о деньгах в нашей жизни, об отношениях в нашей жизни. И мы в эти истории очень верим и очень на них покупаемся. Вот. И в этом смысле очень важно отслеживать именно те истории, которые наш разум постоянно, беспрестанно, снова и снова рассказывает нам про деньги. The big mistake that most people make when they try to make a lot of money is that they're coming from desperation. And the stories that they're telling themselves are that I just have to get ahead. I'm having such a difficult time in my life. I don't know what I need to do, but something has to happen. And if you'll notice that your thoughts tend to be very defeatist. And многие люди, на самом деле, стремятся к деньгам из очень пораженческого, самоуничижительного положения. Ну, я должен хоть как-то пробиться, но я должен сделать хоть что-то, чтобы хоть как-то, вообще что-то у меня в жизни получилось. Но это действительно подход изначально пораженческий. Now, you're very fortunate in that I now have an online training in Russian that allows individuals to understand how their mind works and to master their mind. And I'll talk more about that as we go through our discussion together. But the first and most basic thing to understand is that until you can control and direct your thoughts, you cannot hope to control and direct your circumstances. And one of the things that you learn how to do is to create prosperity beliefs and you imprint these prosperity beliefs directly into your subconscious. Я понимаю, что все это звучит, возможно, как банальности, но мы поговорим об этом более подробно и поговорим о том, как работает эта механика более подробно. Но помните, мы говорили про нарративы? Фундаментально мы должны формировать в себе вот такие же подсознательные убеждения, например, касательно процветания или богатства, или изобилия и впечатывать их, впечатывать их в свой разум. And the most important fundamental success prosperity belief that you can imprint into your subconscious is that my success helps many people and my failure helps no one. Сейчас будет немножко жесткий такой язык, 13+. Самое главное убеждение которое вы можете впечатать в свою голову это то, что мой успех мой успех моя удача мое процветание мое богатство мой успех помогает многим людям. Моя неудача не помогает никому. Мой успех помогает многим людям. Моя неудача мой облом не помогает никому. Теперь вы спросите себя, что это правда? И тогда вы спросите, кто моего улучшения помогает? Факт, что я потерялся, что я строгаю финансово, кто именно это обеспечивает? И затем подумайте, а если бы вы были финансово успешными, финансово успешными, и я очень хочу, чтобы все, каждый из вас были финансово успешными, кому это бы помогло, в свою очередь, тогда? Очевидно, что это напрямую сразу же поможет тебе. Ты можешь жить более экстравагантной, более интересной и комфортной жизнью. Понятно, что это сразу же положительно скажется на твоей семье. То есть очевидно, что ты поможешь себе и своей семье. Но твой успех – это как круги по воде. Если ты, например, бизнесмен, и у тебя есть свое дело, понятно, что твой успех помогает большому количеству людей, с которыми ты работаешь, которые работают на тебя. И даже банально ты просто покупаешь товары и услуги, и твой успех, твоя способность покупать эти товары и услуги просто помогает более широкой экономике. И всегда, думая об успехе, ты, главное, должен понимать и чувствовать, что твой успех помогает очень большому количеству людей, не только тебе, а твоя неудача, твой облом не помогает никому. И тогда ты понимаешь, что ты должен быть успешным. Не ради себя самоудовлетворения, не ради даже своей семьи, а ради просто вообще всего хорошего, что есть на этом свете. И, знаешь, вот с твоей стороны вообще вот как-то предаваться вот этой пораженчеству, вот этому как-то лажать, это как-то даже какое-то проявление эгоизма вообще. И если ты, получается, не можешь достигнуть успеха, значит, ты сам не поработал, не доработал, не сделал то, что нужно. Иными словами, никогда осознанно не соглашайся, не принимай неудачу. Итак, первая мысль, которую нам нужно впечатать в свое сознание, это то, что мой успех помогает огромному количеству людей, моя неудача не помогает никому. Это нужно впечатать и идти с этим день и ночь. И уже исходя из этого, вот из этого первого кирпичика, твое подсознание начнет тебе подбрасывать, накидывать способы быть финансово успешным. Я понимаю, все это на самом деле звучит довольно общо и просто. И на самом деле, вы совершенно правы. Те системы, которыми я учу, очень просты, их очень легко понять. Но дело в том, что почему-то люди вот как-то не находят в себе сил, очень простых, маленьких сил, это применять. Главное, это применять. И поэтому у нас есть шестинедельный специальный тренинг на русском языке, где вы можете все эти техники очень легко изучить и освоить вместе со мной. Андрей, ну как-то мое видение затянулось. Возможно, у тебя есть какой-то вопрос, или в какой-то ты русла хочешь направить наш разговор. Ну, на самом деле, я кайфанул. Уже исписал полторы страницы. И для меня то, что он говорил, это очень ценно и важно. Это невероятный тренинг. У кого есть уши, тот может услышать. У кого есть глаза, тот может увидеть. Ну, Джон, чтобы рассказать вам, я просто написал одну петлю и половину страниц, based on what you were saying. Да, если у вас есть уши, то вы услышите, если у вас есть глаза, то вы увидите. Андрей, так, да, передаю вам слово дальше. Я просто, куда дальше направляю нашу беседу? Выступление Джона – это музыка для моих ушей. Джон, ваши слова – музыка для наших ушей. Дорогие мои, я люблю успех, я приветствую успех, я поощряю успех, я проявляю и демонстрирую успех всеми своими силами, как могу. И на протяжении своей жизни я был на самом деле весьма и весьма успешен. Именно главным образом, потому что я смог обуздать свой разум. Давайте сейчас тогда поговорим о четырех тиранах, назовем так, или четырех препятствиях, которые нас ограждают от успеха. Потому что каждый будет встречать эти четырех обстаклей, и лучше их понимать, пока они происходят к вам, чтобы, когда они происходят, у вас есть стратегии и способности, чтобы их преодолеть. Давайте мы научимся их узнавать, потому что, когда они так прокрадутся в нашу жизнь, мы будем готовы к встрече, у нас будет стратегия, чтобы с ними справиться. Первое препятствие – это негативные мысли. И в начале тренинга первое, что мы делаем, мы делаем такую ревизию наших мыслей. Мы их просеиваем, проверяем, а вот какие у нас мысли, а какие из них положительные, а какие негативные. И есть на самом деле четыре простые техники, как избавиться от негативных мыслей, и это правда просто. Сейчас мы так украдкой посмотрим. Во-первых, нужно просто понять, что вообще-то это просто мысль. У нее нет никакой руководящей или материальной силы в вашей жизни. Это совершенно неосязаемая просто мысль. И, представляете, еще мысли контролировать, оказывается, можно. Не слышали об этом, наверное. И, возможно, кто-то из вас слушает и говорит, «Джон, погоди, я как раз не могу контролировать свои мысли, это моя проблема, они расползаются мыслями по древу». Да, я прекрасно понимаю, я, конечно, это все замечательно сам прошел, именно поэтому тренинг и придумал. Следующее препятствие после того, как мы удалили негативные мысли, это, конечно, столкновение с прокрастинацией и инерцией. Иными словами, когда ты предпримешь действие, которые необходимы для того, чтобы быть успешным? Чего ждешь-то? Если ты хочешь быть финансово успешным, как-то это не свалится на тебя с неба. И если ты там закупишься криптой по самой «не хочу», как бы это тоже, может, по-моему, не поможет. Это случится, потому что ты сделаешь так, чтобы это случилось. Иными словами, какие действия ты припримешь сегодня, на этой неделе, в этом месяце, так, чтобы с турбонаддумом отправить себя к успеху? И дело не в том, что мы говорим о каких-то конкретных... Не только мы говорим о каких-то конкретных действиях в реальной жизни. Также необходимо поменять ход своих мыслей, поменять свои мысли, потому что это тоже осознанное действие, направленное к успеху. Окей, хорошо. Если ты, как бы, вообще не можешь даже провести, например, шесть недель, учаясь у меня тому, чтобы быть успешным и обуздать свои мысли, вообще, когда ты собираешься заниматься своим успехом? На следующей неделе, может быть, на будущий год, через полгода. А сегодня-то почему нет? Вы видите, это проблема. Прокрастинация. Мы сняли, что мы знаем, что бы нам важны. То есть прокрастинация, понимаете? Мы откладываем те дела, которые для нас ценны. Мы знаем, что они нужны и ценны, но мы откладываем. Следующая препятствия, следующий тиран на нашем пути к успеху – это ситуация, когда ты подавлен, как будто волной снесло какими-то локальными, точечными неудачами. И не надо вот сильно загоняться и прям посыпать голову пеплом, если у тебя какая-то текущая, какая-то неудача в жизни случилась. На пути к успеху будет огромное количество кочек, препятствий, ям. Это вообще часть жизни. Мухаммад Али, the great boxer, who I had the great fortune of meeting personally, had a great saying, and that was that a champion has to be able to take a good punch. Знаете, как говорится, Мухаммад Али, с которым мне посчастливилось встретиться и познакомиться, он говоривал так – чемпион должен уметь держать удар. So, don't be concerned if right now you're having problems financially or you have setbacks, it's okay. И если у тебя сейчас какие-то финансовые проблемы или что-то отбрасывает тебя на шаг назад, ты не волнуйся, не загоняйся, это нормально. Потому что в тебе, в каждом из вас, заложена возможность быть просто… Ну, есть заложена возможность невероятного успеха. И ты будешь невероятно успешным. И четвертый наш тиран – это отсутствие воображения, какая-то вялость такая изображения. Мы даже почему-то не хотим себя вообразить успешным. Я имею в виду, мы хотим успешным, мы хотим быть успешным, но в нашем сознании мы не имеем возможности вообще представить, что мы можем быть очень успешным. Но мы хотим быть успешными, как очень хотим. Но вместо этого в нашей голове мы представляем, как идем, покупаем картошку с красным ценником в пятерочке. Понимаете? А вместо того, чтобы представлять в своей голове, как мы на самом деле являемся успешными. И сейчас будет еще секрет. Сейчас будет много секретов. Совершенно невероятные секреты, вы поразитесь. И вы знаете, дело в том, что когда ваша воля и ваше воображение находятся в противодействии, побеждают воображение. То есть, если вы как-то очень хоть хотите быть успешным, но в вашей голове вы вообще даже себе ни разу об этом не подумали и не можете это реально визуализировать, представить в голове, это не случится. Но когда вы в одно русло ставите ваше воображение, вашу целеустремленность вместе, тогда происходят по-настоящему мощные вещи. Дорогие мои, я 50 лет, 50 лет езжу по миру и учу людей этим поразительно простым техникам, которые поразительно просто применяют. Я вижу, как они работают, поэтому я с таким восторгом и страстью о них рассказываю. Вопрос такой, а когда ты начнешь? Когда закончится этот день сурка, ты уже перестанешь прокрастинировать и, например, как бы пройдешь со мной программу. Any questions, Андрей? Андрей, вопросы? Благодарю Джона за информацию по четырем тиранам. И мой вопрос такой. Вот у нас в СНГ этот как раз вопрос сегодня очень важен, потому что на Западе, в Европе многие люди с этим все равно уже соприкоснулись, а у нас был занавес. И вот существует такой вопрос. Есть такое бедное понятие мышления, а есть такое понятие богатое мышление. И вот на мой взгляд бедное мышление – это когда человек осуждает, плохо мыслит, берет кредиты. То есть вот к бедному мышлению относятся это неправильные поступки. И поэтому он не может достигнуть восторг. А вот богатое мышление – это человек не берет кредитов, правильно питается, правильно мыслит, не злится, ходит на тренинги, слушает наставника. И поэтому один богатый, а другой бедный. А вот как считает Джон? Джон, the question is about sort of rich man thinking and poor man thinking. But let me define this first, because in Russia and in former CIS countries with our Russian audience, I think there is a very specific thing, probably because we've been separated by the iron curtain for a long time. So kind of the poor man thinking is more of a jealousy, you know, it's envy in many ways. It's kind of putting others down. And rich man thinking, it's just when you – also poor man thinking like taking a credit, you know, taking a loan all the time. And rich man thinking is that thinking – it's thinking that I can make it. I will not take any loans. I will go listen to the trainings. I will go study. I will eat healthy. I will fix my thoughts. I will fix my mindset. So how do you see this poor man thinking and rich man thinking? That's an excellent question, and I'm so glad that you have asked it. because this brings out a very fundamental truth, that is so valuable for all of us to know and understand. When you are jealousy, when you have jealousy or you resent other people's success, what that is, is that is a vibration of energy. So what you're doing in your mind is you are negating and putting down that success that the other people have achieved. Now, another secret coming out. And here's another secret coming out. I'll tell you. You people are so lucky. You're getting so much on this. Go ahead, John. Here it is. The subconscious cannot tell the difference between you putting others down. If you're putting others down, if that's the vibration and energy you're working with, that will go into your subconscious and stop you from being successful. То есть вы должны понимать очень важную вещь о том, как работает подсознание. Ваше подсознание не чувствует разницы, вообще не замечает никакой разницы между тем, когда вы принижаете других или принижаете себя. когда вы опускаете успех другого человека или опускаете самого себя. То есть вы опускаете других, а это на самом деле впитывается в подсознание ваше. В зависть, вот эта вся ревность и так далее. Когда вы видите успешного человека, нужно настраиваться на него. Смотрите и говорить, ну какой молодец, ну как отлично, как же хорошо, что вот такое в мире есть. Потому что таким образом вы своему подсознанию объясняете, что вообще-то вот мы, вот дорогой мой человек, очень ценим успех. И это начнет, соответственно, притягивать успех к тебе. Иными словами, когда вы встречаете успех в какой-то компании, в каком-то друге, знакомом, в какой-то ситуации, вы должны это превозносить, радоваться, превосхвалять. Вы должны настраиваться. Это та вибрация успеха, с которой вы будете идти дальше. Но это совершенно противоречит тому, что делает большинство людей. Но, как вы можете обратить внимание, большинство людей почему-то не так успешно. Нужно на самом деле действительно научить свой разум вести себя и мыслить иначе, если вы хотите быть успешным. Задайте себе простой вопрос. Вот такая лакомысовая бумажечка. А у меня есть вот какой-то огромный изобилий денег сейчас. Являюсь ли я финансово успешным сейчас? И если у вас вот этого всего нету, и у вас ответ на этот вопрос нет, то, соответственно, что, по-вашему, может изменить положение вещей? Единственный, кто может изменить положение вещей, это ты. Вот изменение, как бы, вот путь к успеху начинается с этого красавица или красавца в зеркале. Вот. Но в чем здорово-то? Что здорово? Что ты можешь изменить свой ход мыслей реально в любой момент буквально. Ты буквально становишься спортсменом высоких достижений в дисциплине разума. Ты становишься мастером успеха. А почему нет? А что ты ждешь? Давай будем успешны. Давай же вместе будем успешны. Значит, да, потому что помнишь первую мысль? Твой успех помогает многим, твой неуспех не помогает никому. Хватит быть эгоистичным нытиком, и давай уже будем успешными. Did that answer the question? Я ответил на вопрос, Андрей? Excellent. Великолепно. И исходя из того, что я услышал, я хочу задать следующий вопрос и еще проработать одну мысль. И там достаточно короткий ответ. Да или нет? Чтобы я перешел к следующему вопросу. Мысль, которую я хочу проработать, я услышал у Джона такое, что я должен радоваться дождю, льду, солнцу. Я должен радоваться, что я проснулся. Я должен радоваться, что кто-то красивый, успешный. Я должен восхищаться этим. Я должен в себе испытывать внутри гармонию, счастье. Я должен радоваться тому, что проснулся, что засыпаю. Я должен радоваться, что я нахожусь в прямом эфире. Я должен радоваться даже от того, что я могу нажать сейчас лайк и поделиться с друзьями. Я могу даже радоваться от того, что могу сейчас послать самолетик на прямой эфир. Вот это вот. Я правильно понял его мысль? Да или нет? Джон, there will be kind of a lead-in question and the follow-up question. So the first question is a yes or no question. So do I understand correctly that we should all harness this culture of admiration and delight. Admiration and delight that I woke up this morning, that I can be on stream, that I can set a light, that I can talk to people, that I can be successful, that others are successful, that the sun is shining today and the sky is blue, or it is raining today and it is pouring rain. Just harness this culture of admiration and delight in the life. Я сумел. Я сумел. Я сумел. Я сумел. Я сумел. Круто, круто. И вот тогда следующий вопрос. Когда он рассказывал об этих законах, то я конкретно услышал важный нюанс. То есть только ты можешь изменить свою жизнь. Но человек всю жизнь был монтёром, слесарем и решил изменить свою жизнь. И вот он вышел на эту планету Земля и стал её менять. Как он должен её изменить? В моём понимании, чтобы более правильно её менять, нужен наставник, мэтр. То есть да, только ты можешь изменить, но благодаря наставнику, который тебе даст путь. Чтобы научиться английскому языку, нужен мэтр-наставник. Чтобы научиться здоровому образу жизни, нужен мэтр-наставник. Чтобы научиться самому главному, тому, чему мы Джоном учим людей, богатые и бедные мышления, нужен мэтр-наставник. То есть человек, который умеет готовить суп, ему не нужен уже наставник, потому что он научился его готовить. Но человек, который хочет изменить свою жизнь, но не знает как, кто-то должен его подтолкнуть. Должен быть какой-то катализатор. И вот для меня, Джон, это наставник, это мэтр, это человек, который является звездой. Он сияет и показывает мой путь. А если он не сияет, то нет звезды, то очень темно. Я не знаю, куда идти. У меня появляются страхи, сомнения, правильно ли я иду, правильно ли я мыслю, правильно ли я делаю. И вот мэтр — это очень важный человек, который может повлиять на изменение твоей жизни в лучшую сторону. И вот я считаю, что именно наставник поможет только тебе благодаря твоим действиям изменить твою жизнь. А как он считает? Так вот, что для него наставник? Что такое наставничество? И почему нужен мэтр? То есть, это было очень много вопросов, но я попробую разговаривать это для вас. То есть, давайте поговорим о простом человеке, как пломбор. Он был пломбор весь его жизнь. И теперь он все время wakes up, и он хочет change life. И быть успешным. И он серьезными, сколько он уменьшит вас. But say, for example, I want to learn how to cook soup. I need a mentor who would teach me to cook soup. So same applies for mentorship. Same mentorship applies for those people who want to be successful, who want to change their lives. So what do you think about this culture of mentorship? Is it always necessary to have a mentor? Do you maybe have a mentor? What do you think about this? Once again, Andrey, an excellent question. Андрей, вновь вопрос просто замечательный. Вопрос отличный, просто ищу наилучший такой вариант ответа на него. Сейчас, секундочку, дайте Джону подумать. It starts with you being very clear on what you want. Наставник – это, конечно, замечательно. Но, во-первых, нужно начать с того, чтобы ты очень четко знал, чего ты хочешь. И, кстати говоря, я хочу со всем поделиться, ты можешь действительно жить поразительно успешной жизнью. Но это не значит, что ты будешь каким-то вообще забубенно богатым человеком. Эти вещи не обязательно должны всегда быть совместными. И вы можете быть слесарем сантехника, вы можете быть нянечкой-сиделкой, вы можете быть учителем седлаших классов и так далее, и так далее. Все это – весьма уважаемые и нужные профессии. И даже оставаясь в этой профессии, ваша жизнь может быть крайне полноценной, счастливой и успешной. Но, если вы действительно хотите поменять свой карьерный путь и заработать очень большое количество денег, это тоже вполне нормально и допустимо. И есть проторенная дорога к этому. Нужно взращивать и направлять силы подсознания. Дело в том, что у вашего подсознания есть доступ буквально ко всей информации, которая сваливалась и сваливается на вас в течение жизни. Ваше подсознание знает направление и решение. Такой какой-то вечно работающий GPS в вашей голове, который гораздо больше знает и понимает, куда надо двигаться, чем ваш осознанный разум. Поэтому подсознательный разум я называю движком, двигателем вашего успеха. И не важно, чего вы именно хотите. Куча денег, хороших отношений, замечательной карьеры. Главное – научиться взращивать и направлять силы подсознания. И вы уж меня извините, но именно поэтому я так рад, что у нас сейчас есть наш шестинедельный курс на русском языке. И мы каждую неделю делим, соответственно, осваиваемый набор упражнений, которые мы учимся, которые мы практикуем, которые мы реально учимся применять на повседневной основе. И каждая неделя надстраивается на предыдущую. Таким образом, вы поэтапно становитесь мастером вашего осознанного и неосознанного разума. Это тот самый курс, который я отточил за последние 40 лет по всему миру, и теперь он полностью доступен на русском языке. Поэтому, Андрей, я особенно рад возможности поговорить с тобой и с твоей аудиторией, потому что надеюсь, что мои слова все-таки вдохновят кого-то к действию. Напоследок, я хочу поделиться тремя важнейшими мыслями. И трех последних思ий. Когда я впечатляю, когда я чувствую, что интеракция, как эта интервью, была мощной, я довольно часто оставлю с трех последних思ий, но я не знаю, что они будут. Знаете, когда я провожу особенно такую хорошую беседу, я всегда напоследок говорю вот такие три важные мысли, но чаще всего не знаю заранее, что же это будет. Потому что, когда я не запланировал это заранее, мое подсознание находит те самые слова, которые нужны всем, кто нас смотрит сегодня. Андрей, разговор-то был важный и вдохновляющий, и спасибо тебе за это. Первая мысль, которую я хочу тебе оставить, ты можешь получить в жизни все, что только ты не захочешь. Все, что захочешь в жизни, ты можешь получить. Ты настроен, ты заточен, ты направлен на успех. И главное в это верить. Нужно в это верить, это первая мысль. Вторая мысль. Не забывай веселиться и вообще наслаждаться собой каждый день. Не важно, в какой ситуации ты встал, в какой деспертой ты встал, в какие проблемы ты имеешься. Пусть весело каждый день в твоей жизни. Неважно в каком, насколько тяжелом ты положении, насколько отчаянную ситуацию ты попал. Главное, получи удовольствие, порадуйся каждый день. Привнеси радость в свою жизнь, в жизнь своих родных и близких, потому что это тоже вибрация энергии. Это вибрация успеха, она вибрирует, она сказывается. И чем больше такого рода вибраций успеха ты будешь в своей жизни вибрировать, тем больше успеха ты обретешь. И третья мысль. Не стесняйся мечтать. Будь смелым, будь смелый, смей мечтать, смей верить, что ты сможешь сделать все, что будет задумано. Не соглашайся на что бы то ни было меньше, чем твой успех. Ты сам. Сам определяешь, сам определяешь, что для тебя успех. Никто дядя тебе не расскажет об этом. Ты сам решаешь, сам определяешь. И как бы ты его не определил, ты должен настаивать, что именно это то, что происходит в твоей жизни. Потому что, вообще-то, этот опыт, этот факт, что мы можем как-то идти по этой жизни, это совершенно поразительное путешествие. Это огромное привилегие. Итак, спасибо, Андрей. Спасибо, Саша Магнифисент, благословительный транслятор. И спасибо всем зрителям, которые провели эту последнюю час вместе. Это мой большой привилег, быть с вами. Спасибо, Андрей. Я благодарю тебя. И главное, благодарю всю нашу аудиторию, которая провела с нами эта часть. Быть с вами рядом, говорить с вами. Для меня это большая честь и большая привилегия, на самом деле. Я хочу сказать, что, Джон, я тебя люблю. Когда ты в конце давал три совета, я почувствовал поток свыше, пошли мурахки. Такие слезинки счастья, организм внутри расцвел какая-то невероятная жизнь. Я тебя благодарю за это послание. Ты молодец. И у меня еще есть потом несколько вопросов. Да, нет. Да, нет. Джон, когда ты говорил о твоих последних трех идеях, это было, буквально... Это было шивер. У меня были губы. Я почти снялся. Я почти снялся. Если я могу, можно ли мы, может быть, несколько конкретных вопросов? Немного конкретных вопросов. Немного конкретных вопросов. Немного конкретных вопросов. Да, я читаю много конкретных вопросов. Я читаю ловик, и… И что называется «Алли-Алли»? Даже если ты читаешьACT, Джон? Или что-то… Да, все. Твои наши книги… Your favorite book of yours, yes, yes, yes. Окей, окей, окей. Наверное, классическая вот эта моя книжка, подсознание может все, наверное, она. Но все книжки дети. Я согласен, согласен, что это как дети. Ты должен всех их любить, всех любить. Но подсознание может все, это эксклюзив. Это вот, ну, изюминка. Да, но подсознание может все делать. Это как-то лучший удар, если я могу. Это верно, верно. Следующий вопрос. Я считаю, что одна встреча может изменить жизнь. Как ты считаешь. И вот сегодняшняя наша встреча изменит жизни множество людей на планете Земля. Вот эти люди, они сейчас услышат нас и помогут другим. Они будут вот этот месседж, вот эту любовь, вот эту энергию передавать. Я считаю, что одна встреча может изменить жизнь. Я считаю, что одна встреча может изменить жизнь. Что ты думаешь, что это? Я имею в виду, что у нас сегодня. Мы sendим их some vibration, и они будут воспринимать это дальше. Это совершенно верно. Даже сегодня, ну, все люди, которые нас послушали, я уверен, что среди них будет хоть кто-то, на чью жизнь это напрямую повлияет. Кто-то, может быть, придет на тренинг. Это уже замечательно. Еще у меня есть 111 вопросов Джону. I also have 111 questions to John. But I suggest, let's not ask them all right now. Let's make it a series. Throughout the years, let's meet, let's ask them, let's discuss them on Instagram, on YouTube, on Zoom, wherever, in front of our audience. What do you think about it? Well, I mean, I've really enjoyed this conversation, and I think that we can probably arrange something to facilitate them. I'm going to end on one final thought, because, of course, we could continue for another hour very easy, but I'm very respectful of people's time, and also being concise is an art. Но давай все-таки мы завершим разговор наш сегодняшний на одной важной мысли, потому что, во-первых, я с большим уважением отношусь просто ко времени и графику всех, кто нас сейчас смотрит, а во-вторых, знаете, как говорится, краткость сестра таланта. Помните об этом? So here's my final thought. Так вот, напоследок мысль. Наш разговор сегодня с тобой — это вибрация успеха. Таким образом, все, кто нас послушал сегодня, почувствовал вибрацию вот этого успеха. И вы, наверное, чувствуете как-то вдохновение, как-то прилило, да? И это замечательно. Это дар. Но если вы хотите, чтобы всегда так было, нужно себя натренировать. И что хорошо, хорошие новости в том, что вы вообще-то можете это сделать. Поэтому я желаю вам замечательного успеха и с нетерпением жду новых встреч, в том числе на нашем шестинедельном тренинге в ближайшей неделе. Спасибо. Спасибо. Ты не против? Продолжение следует... Андрей, замечательно. Давай так и сделаем. А я хочу сказать спасибо. Спасибо всем, с кем сегодня довелось нам увидеться. Обнимаю тебя, люблю. Благодарю, друг. Спасибо. Много хранили, друг. До свидания. Дорогие друзья, коротко подведем итог нашего мессенджера, вот этого эфира. Но смотрите, действительно великолепная встреча. Джон Прекрасин, это метод. И вот я на его курс 100% пойду, потому что мое мышление, мои мысли 6 недель будут натренированы. Это как каждый день делать правильные вещи с точки зрения фитнеса. То есть если мы хотим улучшить тело, кто с этим согласен? Кто солидарит? И понимаете, там он будет рассказывать 40 лет опыта в своей индустрии. Это означает, что мы с вами можем сэкономить наше время, наши деньги. Мы можем сэкономить, понимаете, десятки лет на будущее, сотни лет. Мы можем продлить жизнь нашего рода. То есть это гениально. И вот то, что он сделал 6-недельный курс, это круче, чем прочитать книгу. Это круче, чем, например, одну неделю изучать какой-то фильм или тренинг. Поэтому я приветствую именно вот этот подход и полностью с этим солидарен. Также, что я хочу сказать, друзья. Смотрите. Видно, слышно нормально? Если видно, слышно нормально, лайков поставьте, я тогда пойму, что лайки есть. Потому что я Джона не вижу и нашего прекрасного переводчика не вижу. Вот. Но вижу, что лайки есть. Эфир идет. И вот смотрите. Сегодня, когда завершится эфир, мы выложим это видео на канале Инстаграм Андрея Шаура и выложим это видео на канале Ютуба Андрея Шаура. И там я хочу вам подарить подарок. Кому-то из вас повезет. Я хочу разыграть между вами тысячу долларов. Вы не против? То есть я хочу, чтобы вы посмотрели в Инстаграме и в Ютубе вот этот эфир, нажали лайки, написали три комментария, что дал вам этот эфир. И мы по комментариям, по лайкам, по подписке сделаем небольшой розыгрыш. Также, если вы хотите достигнуть успеха, я вам рекомендую именно Джона, как мэтра, как наставника, потому что это человек проверенный временем. Это человек, который не занимался пирамидами, не занимался хайпом, он всю жизнь служил людям, он честный, он благородный. И у таких людей стоит обучаться. И также всегда мы вас рады видеть в Академии Успех Вместе, потому что Академия Успех Вместе это круто. Академия Успех Вместе это мое. Там, где вас всегда примут, всегда направят, подскажут, всегда у вас будет лидер, наставник. То есть жизнь, вот как сказал сегодня Джон, я так и записал, давайте сделаем успех вместе. Вот это очень важно. И наша Академия называется Успех Вместе. Неделимый и глобальный успех. Поэтому, друзья, после этого эфира забирайте книгу от Джона в подарок. Вам ее пришлют в личку именно на Телеграм, вайбер, где вы регистрировались. Также у меня есть, получается, в Инстаграме, в шарке профиля, как получить его книгу. Вы можете пройти регистрацию, там получите книгу. И можете пройти курс. Курс стоит недорого. 500 рублей вы можете попробовать, посмотреть. Если вам понравится, можете дальше продолжать обучаться у Джона. Вот такая рекомендация у меня для вас. Вы самые лучшие, вы чемпионы. И я действительно сегодня счастлив, потому что мы с вами проделали большую миссию. Мы помогли людям. Книга, да, она бесплатна, она идет в подарок. Вы ее получаете. Регистрация в профиле у Андрея Шура в Инстаграме. То есть подсознание может все. Это его любимая книга. А также вы еще можете пройти дополнительное личное обучение у Джона. И я лично записался на это обучение, потому что я хочу улучшать свои возможности. Я хочу помогать людям. И Джон, он сто процентов является экспертом. И я четко осознаю, он потратил на это более 40 лет своей жизни, деньги, время, исследования. И для меня это важно. Вот этот путь, понимаете, который он прошел, взять и тем самым не сделать своих ошибок. Я принял решение учиться на успехе успешных людей. Я не хочу учиться на своих ошибках. Это больно и тяжело. Поэтому, дамы и господа, я вас всех люблю. Вы самые лучшие. Благодарю вас за прямой эфир. Вы можете следить за следующими эфирами у нас на страничках официальных в Инстаграм, в Ютубе. И мы будем вам всегда говорить о новостях, о каких-то встречах, о каких-то эфирах. Нажмите колокольчик, подпишитесь и получайте от нас постоянно какие-то в подарок мини-тренинги, мини-эфиры. То есть, это всегда будет вам полезно. Разные ролики, то есть, это пригодится в вашей жизни. Я вас всех обнимаю. Любви, процветания, успехов. И напишите пожалуйста в чат, что вы думаете по этому эфиру, вот здесь в прямом эфире. А также буквально сегодня мы загрузим это видео на канал Ютуб и Джону, и к Андрею Шаура, и в Инстаграм. Там ждем ваши ощущения этого эфира. Комментарии, лайки и не забывайте розыгрыш по лайкам и комментариям. Тысяча долларов от меня в подарок. То есть, мы разыграем между вами. Действуйте, чемпионы. Вот.